КОНЕЦ Газета «Пятница» – яркая страница в истории карагандинской журналистики. Созданная в 1989 году как газета «Молодежь Караганды», «Пятница» просуществовала 6 лет, завоевав любовь считателей, признание властей и, в конце концов, от рук этих властей и переставшая существовать. Через газету «Пятница» прошли лучшие журналисты караганды нового поколения. Молодые акулы-пера крепли здесь и набирались опыта. Единственным главным редактором газеты с начала и до конца была Салтанат Алшагирова. Человек большой души, профессионал своего дела, как о ней отзывались коллеги. Последний выпуск газеты увидел свет 26 августа 1994 года. В нем не было скандальных материалов или разоблачений, но власти, видимо, решили поставить точку в истории первого независимого молодежного еженедельника – независимого Казахстана. Мы оказались первой газетой, которая должна была зарабатывать на жизнь сама. То есть первое время еще какие-то средства выделялись из бюджета, но потом их не стало совсем. И мы выживали как могли, и мы первые серьезно занялись рекламой, потому что это был единственный способ для спасения. У нас был очень хороший тираж. И по тем временам, он и по нынешним временам очень хороший, потому что где-то в 1994 году он составлял 38 тысяч экземпляров. И он мог еще вырасти. У нас была подписка, естественно, на газету. Но мы остановили этот тираж искусственно, потому что перевернутая экономика, как говорят, тогда была. И если сейчас чем выше тираж у газеты, тем больше прибыль, то тогда настолько типографские услуги и стоимость бумаги газетной настолько были высоки, что получалось наоборот. Чем выше тираж, тем больше убытки. Мы старались быть народной газетой. Вот то, что происходило в обществе, то, что интересно было людям, или какие-то проблемы существовали. Мы старались помогать в разрешении этих проблем. Естественно, была и критика. То, о чем люди говорили, вот правда, которая в народе ходит, о чем они знали, о чем они догадывались, мы об этом писали в открытую. И за это нас любили, за это нас уважали и понимали, что мы ходим по лезвию ножа. Когда в 1991 году произошел путь, когда в Крыму блокировали Горбачева, тогдашнего президента Советского Союза еще, и в Карагандинской области единственными, кто сказал о том, что произошел переворот в стране, и к власти пришло ГКЧП, так называемая группа заголовщиков, это была газета «Пятница», и вышла программа на радио Бахаджан Мукушев, тогдашний радиожурналист, сделал. Более того, в типографии, на «Ленина-2» мы тогда печатались, один из руководителей подошел ко мне и говорит, «Володя, мы газету печатали в среду, в четверг она развозилась по Союзпечати, в пятницу она выходила в продажу». Она говорит, я поменяю график, я отодвину сельские газеты, они печатались раньше нас. Звонили из Комитета национальной безопасности, и я так чувствую, что хотят ваш тираж арестовать. Они ждут, что выйдет выпуск с правдой о том, что происходит в Москве. И поэтому давайте, чтобы вы успели. То есть люди проявлялись в этой ситуации как личности, как граждане. И мы напечатали газету раньше, более того, мы боялись, что ее могут изъять из продажи, из киосков, и поэтому мы не отдали ее в киоски. Мы кликнули клич, обзвонили всех знакомых, друзей, партнеров. Молва быстро по городу пошла, люди приходили, мы давали всем газету, кто сколько может продать, и не брали ни с кого деньги. То есть что они продадут, а потом деньги принесут. И говорили, газета стоит вот столько-то, нам-то надо было платить за печатные услуги, за бумагу, за все. Вы представляете, ни копейки денег никто не утаил. Копеечка в копеечку, все, что было продано, люди принесли. Мы ходили по улицам города, сами ее продавали, и говорили правду о событиях в Москве. В Москве произошел переворот. В ней был шок. Мы не боялись, молодыми были, молодыми отчаянными, не боялись, гордились даже тем, что мы вот такие смелые и хотели такими оставаться. Мы помимо каких-то политических таких моментов старались быть разнообразными. То есть мы постоянно устраивали какие-то акции. Это акция «Сытый день», допустим, когда мы договорились со студенческой столовой, и в этот день часть средств выделили мы. Столовая пошла нам навстречу, потому что такого никогда никто не делал. Они стали дешевле продавать свою продукцию, ну то есть кормить дешевле людей. И мы накормили в этот день тысячу человек. Этому предшествовала рекламная кампания. Есть люди, у которых действительно проблемы с финансами, и иногда элементарно они ущемляют себя в еде. Вот приходите. Ни у кого не требовали паспортов или еще чего-то. Приходили бичи, приходили дети, приходили какие-то бабушки малоимущие, приходили просто любопытные. Ну, допустим, акции. Или, к примеру, чуть заработала редакция денег, и нет бы там потратить премии, дать сотрудникам или еще что-то. Все понимали нормально это, и как бы никто не претендовал на дополнительную зарплату. Нам интересно было жить, хотя не очень легко. И мы оплатили поездку в Белоруссию Литвинскому детскому дому. Группа детей поехала туда, к примеру. Фестиваль шоу-программ, если мне память не изменяет, дважды он у нас прошел. Это когда все любительские, непрофессиональные, творческие коллективы могли бы участвовать в конкурсе. Много чего придумали. Был такой еще момент, когда мы договорились с третьим автопарком, например, и опубликовали в газете купоны на проезд. Тогда не билеты, а купоны назывались. И можно было вырезать из газеты эти купоны. И там сколько-то их было? По-моему, 10, что ли. И вот ездить. Такая помощь была горожанам. То есть, вот, допустим, 30 тысяч тираж газеты, то есть 30 тысяч человек получили купоны на бесплатный проезд в транспорте. Была удивительная атмосфера в коллективе. Это вот какой-то такой творческий сплав. И это все благодаря Сатана Талшагирова, единственному, первому, единственному главному редактору этой газеты. Она была честнейшим человеком. И жесткой могла быть. И была очень доброй. И была очень озорной. И умела сама пошутить. Неуемная какая-то вот была. Все время она старалась что-то придумывать. Что мы можем, помимо слова, помимо вот честного отношения к делу, и на самом деле заботы о людях, как четвертая власть, да, как говорят, хотя иногда это достаточно условное название, что мы можем еще городу дать, что хорошего, кому мы можем помочь своим словом. И она требовала от нас вот такого подхода и учила нас, если мы где-то там еще пока не понимали. И в то же время мы должны были быть яркими, интересными. Несколько раз и мне приходилось бывать в редакции газеты «Пятница». Это был 1993 год. На очередную годовщину еженедельника был объявлен конкурс поздравительных стихов, в котором лучшими выбрали мои частушки и даже напечатали на первой странице. Выписал бы «Пятницу» аж на полугодие, а на что прикажешь жить ваше благородие? Я открою «Пятницу» на шестой странице. Вот и тема для беседы нашей психбольницы. Видел со стороны сотрудников газеты, следил за их работой, читал «Пятницу» и мечтал связать свою жизнь журналистикой.